Привет, ребятки! Ibanez SR300 Это, наверное, один из главных бестселлеров компании Ibanez, потому что их очень много, их очень часто можно встретить у людей, они часто поступают в объявлениях, причем там долго не задерживаются, они до сих пор производятся и продаются у всех дистрибьюторов, у всех дилеров компании Ibanez, хотя модель появилась вот именно эта инкарнация еще в конце нулевых. Они как бы и до этого были SR300, но то были более простые инструменты с более простыми формами корпуса, как вот сейчас в GSR, с более простой электроникой, там без актива, с обычным пиджеем, а вот это уже идет как бы такая более навороченная, более интересная моделька, чем она нас, собственно, встречает, в первую очередь таким приятным, зализным, прикольным дизайном, корпуса, как я уже сказал, тут как бы более старше, более навороченной модели, у нее такая интересная, приятная, зализная со всех сторон форма, корпус, кстати говоря, закатится, но это не важно. Прикольный финиш, они как бы бывают, конечно, разных финиш, но это черный, такой с жемчужными какими-то блесками. Гриф очень тонкий и очень узкий, наверное, один из самых, если не самый тонкий и узкий гриф, что вы вообще можете на полноразмерных басах найти, причем он здесь из пяти кусков, обычно это при релегии, все-таки модель подороже, а я напомню, что SR300 это бюджетная, очень самая бюджетная моделька в линейке SR, дешевле только совсем уж дешманский GSR. И вот здесь, благодаря вот таким вот всяким молочам, вот и тоже-то же, как благодаря всему, мне создается впечатление, что тут прям экономили на всем, на чем можно. Накладка Палисандр, 24 лада, кстати, вот эти полоски тоже с Палисандр, я забыл сказать. Доступ к верхним ладам. Есть? Баланс. Есть. Супер веский виски. Супер низкий вес. Есть, ну как бы бас вообще не весит практически нифига. Ну и в целом он очень удобен, прям, блин, прикольно. Калки, как Готто, но не Готто, хотя жалоб к ним нет, во всяком случае я не видел на них жалоб. На сравнении сообщения о сломанных калках на варвике я видел где-то... Ну, короче, много. А вот на что здесь есть жалобы, так это вот на этот бридж. Выглядит он, конечно, очень классно. Весь он такой, как бы, здоровый, он туда в корпус утоплен. Есть здесь прорези, чтобы, ну, не продевать струну сквозь вот дырочку маленькую и тянуть вот этот вопрос. За бог уж, не цепил и вставил. А в основном он регулируется, как обычно, фендерский бридж. То есть, мазура здесь винтон, седла здесь. Но дело в том, что делаются они из какого-то мягкого говеного металла. Из чего вот эти, собственно, вот эти штуковины здесь, которые держат струны при сильном натяжении, если оно есть, их порой отгибает, они, собственно, выгибаются, струну это дело дальше не держит. Она вылетает, и вы, кстати, ничего поделать не сможете, просто бридж на помойку. Кратости магазина, здесь все в порядке. Ну и, собственно, поскольку бас не новый, это показывает, что все-таки эти седла могут, ну, это бридж, как бы, может жить. Но ставить толстенные канаты и натягивать их прям, что капец, здесь бы я бы точно не стал иметь это в виду. Еще тут прикольная крышка анкера со скидывающейся шторкой, окошкой, как это назвать. Ну, короче, чтобы подрегулировать гриф, не нужно там ничего снимать, просто отодвинул, ключ просунул, лайк. Звучки здесь вот такие вот закрытые мыльницы Кэп, которые выглядят, ну, заметно солиднее, чем те же там открытые обычные пассивные звучки на GSR-ах. В некоторых источниках, в том числе в одном, как бы, обзоре одного известного магазина, можно услышать информацию, что они активны, но хрен с два, это пассив. Что о них сказать? Да не знаю, что особенного сказать. Выхлоп у них умеренный, средний, нормальный, не такой уж и большой, но не такой уж и маленький, чтобы прям приходилось выкручивать гейм, ну, в силке, чтобы они как-то звучали. Нет, с выхлопом порядок. Звук, на самом деле, довольно прикольный. Но не экстремальный. Это я специально говорю для тех, кто вот видит вот эти звучки, вот закрытые вот эти красивые, активные, еще, возможно, думают, что это хамбакеры, хотя звучат ни разу как не хамбакеры. Хотя не только хамбакеры могут звучать экстремально, да и вообще хамбакеры это не всегда залог экстремального звучания, но об этом как-нибудь другой раз. Так вот, значит, видит человек вот эти звукосниматели, так вот, видит человек вот эти вот звучки красивые, видит вот эту активную электронику и думает, да, вот это я понимаю, уже как бы солидный уровень, вот это я понимаю инструмент, не то, что вот эти ваши пассивные, а тут я сейчас как-то навалю, значит, низов того-сего галку сделаю, ух. Не, ни разу не такой характер у него, ни по деревяшке, ни по электронике. Он скорее просто располагает такому прикольному поливанию и там вот с акцентированием каких-то вот нот. Блядь, сука. Ну и как бы за счет вот этого звука, за счет его баланса, эргономики, играбельности, играть быстрые пассажи на нем просто прям одно удовольствие. Звук у него в целом, относительно, понятное дело, скромный, то есть тут нет чё-то такого, что прям будет вызывать восторг, чё-то такого, чему-то захочется прям зацепиться и чё-то обмусоливать, нет он, ничего тут опять-таки особенного, но, не знаю, звучит приятно, играть приятно, просто приятно. Даже до звучков я тут не хочу докапываться, у меня нет ощущения, что они чё-то прям портят, вот единственное, чего прям не хватает, это какой-то такой вот основательности, хотя это скорее дело в деревяшке, чем в звучках, хотя может не совсем. Давайте еще на всех случаях покажу, как они все-таки по отдельности звучат. А вот по эквалайзеру я пройдусь. Вот, скажем, включаемся мы просто в комбик. Играем мы на нем и как бы, ну, вроде ничего, так прикольно. Ну, у нас же ручки есть, вот, скажем, опять-таки, я вот сказал, что низов не хватает, так чё, давайте навалим низов, прям, чтобы оно, ух, как устало у нас. Вот, а еще, чё бы верхнюю накинуть, давайте еще сделаем верхов, чтобы у нас вот больше всякого лязга, хруста было. И, ух, как у нас сразу всё зазвенелось, заклилось. А чё у нас еще есть? Середина? А нахуй середину. Я представляю, как кого-нибудь новичка, просто при игре в комбик, это может впечатлить. Особенно, если до этого он играл на чем-то более дешевом, пассивном и, скорее всего, никогда там струны не менял. Но вот, скажем, мне нужно бас записать. И если эквалайзер у меня будет остроен таким образом, я вот просто вот брошу вот свой микс. Будет, короче, похожая история, которую я разбирал в обзоре Ibanez SR 506. Обязательно посмотрите, кто не смотрел. Низа можно набустить прям дофига, но это не даст нам вот эту вот утробную плотность. Это будет просто где-то там бубнеть и ухать. И это вообще не тот эффект, который мы желаем получить. Вот если мы наслушались в таких записи, где бас прям такой утробный, по низаму. Да и кроме этого, при таком бусте, при осторожности, можно просто перекрутить вход там в нашу устройство, посылка. Тоже приятного мало. Но ручку в центральном положении оставлять мне тоже не хочется, потому что, ну, как я уже сказал, хочется всё-таки побольше плотности по низаму здесь сделать. Потому что, если у вас нет какого-нибудь своего нормального, адекватного эквалайзера, где вы можете низов как надо подрегулировать. Или, там, ну, добавить какого-нибудь под перегруза, там, какой-то насыщенности сделать. Ну, короче, сделать бас красиво. И вы вынуждены пользоваться вот этим, то нужно им пользоваться очень осторожно. Потому что, ну, очень легко очень превратить в кал. И, ну, вообще не самое приятное от него впечатление. Верхние частоты, похожая история. Есть у нас соблазн их забусить, чтобы вот сделать бас более скристым, перкусивным. Но, вот, если мы просто только навалим ручку, то эти все верха накучены, но у нас потеряются. Там где-то, блин, в железе, где-то тарелках, мы всё равно плохо ничего слышать не будем. А середину вообще трогать нахрен не нужно. Потому что это то, было речь, чем бас сидит в пачке. Если мы там можем говорить про другие басы, где, ну, опять-таки, там, где есть плотный низ, здесь, всё. Там ещё как-то можно что-то поднакручивать. А здесь, с учитывая этого характера, середина, это вот самое лучшее, самое главное, что в нём есть. И убивать середину, просто убивать звук этого баса. Некоторые, наверное, скажут, типа, Паш, так, блин, дело, что получается не в электронике, а в том, что некоторые просто не умеют её крутить и крутят, как попало. И, как бы, бас сам-то ни при чём. Ну, отчасти да, но, с другой стороны, у меня в таком случае вопрос к компании Bones. Вот если вы делаете модель, очевидно, для новичков, очевидно, для людей, которые покупают, это будет их первый или, максимум, второй бас после ещё чего-то более дешёвого, зачем сюда ставить такую электронику, которой можно запросто всё просто запороть. Ну, я, как бы, знаю ответ, потому что просто при включении в комби, когда ты приходишь в магазин, когда ты 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 ты, выиграл. Да, это всё впечатляет, но это сделано не для того, чтобы это, как бы, реально потом работало, и чтобы этим реально пользовались, и, как бы, как вот и Бриш, собственно, кстати говоря, тоже. Ну и, как бы, стоит ли удивляться, что отзывы на такие модели весьма смешанные, причём нередко смешанные, прям-таки с отборным говном. Вот, и если вы смотрели мой прошлый обзор, да, Bonesa TK800, то там я говорил про гибкость, реальную гибкость, когда мы можем с помощью разных, там, режимов звукоснимателей и эквалайзера получить множество вариантов звучания, и это будут, там, реально хорошие, реально рабочие варианты звучания, которые мы можем использовать, и мнимую гибкость, когда, ну, как бы, у нас тоже дофига звучков, дофига вариантов звучания, дофига ручек, и толку с этого нет нифига никакого. И это вот, как раз, речь шла вот про это вот, вот такого плана, да. Подскажу ли я после этого, что бас плох? Нет, не скажу. Почему? Ну, потому что я на нём играю, и мне нравится. Он прошёл мой главный тест. Когда я прихожу сюда, играю, блин, на всех басах, дорогих, дешёвых, потом беру этот, начинаю на нём играть, и если я ловлю себя на мысли, что мне не хочется его сразу убрать в сторонку, и забыть, и взять такой другой инструмент, и если я играю на нём, и мне хочется дальше играть, и играть, и играть, и играть, значит, бас в порядке, а всё остальное просто, как бы, его особенности, его применения. Если пользоваться нормальными средствами обработки, пользоваться ими судьбом, а не просто открутить вот эти ручки, как попало, то он может выдать вполне хороший, годный звук. Вот мне лично не составило труда использовать бас, и все те же инструменты, что я использую, как всегда, все те же принципы, что я использую всегда, не составило проблем на нём нарулить бас в пачке звук, который бы мне показался достаточно неплохим, достаточно хорошим, или вот, опять-таки, ходила на концерты, где ребята играли на почти такие же, ну и как бы всё звучало норм. Ну а просто играть, просто заниматься, там, в своём удовольствии, там, какие-нибудь упражнения дрючивать, на нём просто офигенно. И, хоть по факту это, как бы, ну, бюджетный, достаточно бюджетный дензийц, на ощупь, по балансу, да и, как бы, на вид, что тоже немаловажно, он приятнее иных хвалёных старых японских бюджеток. Так что, если он вам приглянулся, если он вам понравился, ни в коем случае не буду вас отговаривать, просто предупреждаю о некоторых сложностях, что могут с ним быть, чтобы вы их смогли успешно избежать, и заниматься, играть, развиваться в своё удовольствие, получать исключительно положительный опыт и, как бы, выжимать из этого инструмента максимум, на что он способен. Но вообще, как обычно, какое-то время, я надеюсь, после выхода этого обзора, этот бас ещё постоит здесь, поожидать своего хозяина, и за это время у вас будет возможность сюда прийти, если, конечно, идти в Питере, сюда, вот, гитара с Казанской 7, пощупать его, другие бюджетки, да и не только бюджетки, как бы, сравнить лицом к лицу, и составить свой личный какой-то опыт, своё личное мнение. А если у вас уже такой опыт есть, то, пожалуйста, прошу, друзья, в комментарии, пишите, делитесь, всем будет интересно. А если у вас вопросы какие-то, тоже не стесняйтесь, пишите, я всё читаю, на всё отвечаю. А ещё напомню, что выход новых таких вот честных обзоров с пристрастией можно поддержать непосредственно рублём, и я вам буду за это очень признателен. Ну и в любом случае, всем спасибо за просмотр, всем пока!